Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как побороться с избытком влаги в погребе. Ну, погреб просто дар, дар, так сказать, предков, с помощью которого мы надолго можем сохранить целости и сохранности наш урожай. Однако повышенная влажность, конденсат на стенах, на потолке и влага на полу, если это земляной пол особенно, могут привести к полной порче всех наших урожаев жестяные крышки на консервах домашних гниют, все покрывается плесенью, это ужас, 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 ужасный. Значит, о чем нам говорит конденсат? Если конденсат образуется на потолке, это означает, что плохо организована вентиляция. Посмотрите на вентиляцию и организуйте ее как следует, почините все эти отдушины. Если конденсат образуется на стенах, это означает, что стены плохо заизолированы от наружного холода, то есть стены промерзают очень сильно, значит, надо заняться утеплением стен. Если вода стоит на полу, это означает, что не проведены работы по гидроизоляции, высоко стоят грунтовые воды, и поэтому надо необходимо подсыпать погреб, ну, соответственно, сделать гидроизоляционные работы. Вот, и все это отдельные крупные темы, а сегодня я вам подскажу, как вот можно сам вот уже имеющуюся влагу в воздухе, как ее можно оттуда забрать. Самый простой способ – это использовать сухие опилки и сухой картон. Вы можете просто коробку картонную сухую ставить, бросать, побольше этого картона набросать на пол, на стеллажи там, ну, где угодно накидать, и буквально через сутки у вас этот картон весь наберет влагу из воздуха, насытится этой влагой, иногда хоть выжимай. И этот картон, соответственно, можно утилизировать, выбросить, в компост положить и положить туда новый картон. То же самое касается опилок. Ну, иной раз думаешь, где же этого картону столько набраться, по помойкам ходить собирать, там где-то в магазине прозить. Ну, можно, слушайте, если для дела ничего зазорного в этом нету, отбросим комплексы, мы же вторую жизнь вещам даем с точки зрения экологии и рационального ведения хозяйства, это не так уж и плохо. Главное – не упасть в синдром Плюшкина при этом накопительстве таких вот отходов, да, сторонних. Но это уже тоже другая тема. Ну, с опилками то же самое. Насыпаете опилки, потом сгребаете влажные опилки, их заменяете хлопотно, но действительно эффективно. Другим способом является использование разных подсушивающих, тоже подсушивающих субстратов. Одним из самых простых таких подсушивающих субстратов, который может копиться в хозяйстве каждый день, это древесная зола. Зола, вынутая из печки, является достаточно сухой, прям очень сухой. Она содержит много силикатов, которые хорошо связывают воду, также она содержит другие разные компоненты химические, которые также замечательно связывают воду. В этом случае вы просто можете ведро золы брать, ставить его в погреб и просто будете следить за ним. Ну, видно, как эта зола отсыревает, делается тяжелой. Вот она там постояла 3-5 дней, недельку, в зависимости от того, насколько влажный воздух у вас в погребе. Вы эту золу выбрасываете хоть прям по снегу, удобряете огород, сад, под деревья, заносите в теплицу, а вместо вот этой выброшенной уже наполняете ведро снова. Чем больше золы вы будете туда устанавливать, тем быстрее и эффективнее будет у вас уходить оттуда влага. Еще одним способом избавиться от лишней влаги являются белые силикатные кирпичи. Такие кирпичи можно разогревать даже на печке, ну, если у вас печное отопление, чтобы они были тепленькие, и класть в погреб. С одной стороны, это немножечко улучшит тягу, а с другой стороны, этот кирпич силикатный очень набирает на себя влагу, и потом вы его опять выносите, опять подсушиваете, и в таком цикле туда-сюда носите. Ну, хлопотно, да, хлопотно иногда и 10, и 20 кирпичей таких надо для того, чтобы действительно хорошо высушить воздух и избавиться от этого конденсата. Ну, если, так сказать, силы и возможности позволяют, почему бы не иссушать и кирпичами воздух тоже. Еще одним способом является использование негашенной извести. Негашенной извести. Опять же, насыпаете в ведро негашеную известь, ставите куда-то подальше от глаз и от рук, потому что негашенная известь является опасной для здоровья, она обладает обжигающим эффектом, однако она является чрезвычайно активным поглотителем влаги, просто высушивает очень сильно воздух. Но помните, что контакт с негашенной известью является очень опасным. В процессе набирания влаги, вот насыщение влагой, эта самая известь негашенная превращается в гашеную и увеличивается в размере. Поэтому никогда не насыпайте полное ведро, насыпайте пол ведерка. И вот поставили где-то, чтобы не задеть, не рассыпать там, не попасть туда руками, ногами, и все, и у вас воздух будет очень-очень хорошо иссушаться. Ну, как видите, есть доступные способы подсушивать воздух в погребе, и вентиляцию организовать, там и изоляцию организовать, и гидроизоляцию сделать, ну и какие-то вот такие вот вспомогательные методы, которые помогут вам контролировать обилие влаги в воздухе. Соответственно, это автоматически снизит плесневение и улучшит хранение вашего урожая. Что ж, пользуйтесь этими методами, простыми и более сложными, и будет в вашем погребе все в полном порядке. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.